Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и мы продолжаем разбираться с чудесами в Сидмейерс Цивилизейшн 5. Сегодня Modern Era, то бишь современность. Ну и в первую очередь, конечно, Modern Era... В Modern Era главные чудеса это чудеса от идеологий. Статуя Свободы, Кремль и Прора. Ну, вот в данном случае я принял Свободу, поэтому, видите, достраиваю Статую Свободы. Сразу вам покажу, как она выглядит при строительстве, но на самом деле эта информация бесполезна. Потому что все вменяемые игроки Статую Свободы строят с помощью инженера. Поэтому высматривать у них, строит он Статую Свободы или нет, вот просто глядя на их города, не имеет никакого смысла. Лучше уже шпиона посадить в город, тогда вы всё заметите. Почему инженерам? Ну, во-первых, обычно, если вы играете в ФФА, то несколько человек могут взять Свободу. И это значит, что прям конкуренция офигенная за это чудо начинается. Поэтому вот все, даже учёных сжигают, чтобы раньше выйти в технологию, где есть Статуя Свобода. Это вот заменяемые части, Replaceable Parts, сжигают учёных и инженерам строят чудо, чтобы не досталось оппоненту. Но даже если вы один приняли Свободу, то Статуя Свободы очень классное чудо, которое тоже желательно построить всё-таки инженером. Потому что она даёт сразу очень хорошие бонусы. Я считаю, что из всех чудес идеологий Статуя Свободы самое лучшее. Ну, во-первых, я думаю, все понимают, что играть через Свободу — это значит играть через специалистов. То есть у вас все ячейки специалистов должны быть заняты. Таким образом, Свобода даст намного больше бонусов. И тут получается проблема, что мало производства тогда у играющего через Свободу. Потому что ячейки специалистов на производство, ну, в данном случае три, но там ещё будет, ещё, возможно, например, Мельница. То есть, в общем, вы убираете с производственных клеток здесь и сажаете в специалистов. А вот Статуя Свободы даёт плюс один молоток от каждого специалиста. То есть каждый специалист начинает приносить молоток, на который потом ещё и всякие мультипликаторы накладываются. То есть это даже не один молоток, а больше. И вот в данном случае, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать специалистов. То есть, построив Статую Свободы, я только в этом городе получу четырнадцать молотков. А смотрим ещё всякие мультипликаторы. В данном случае, так, ну, на чудеса плюс тридцать пять процентов это не будем считать. Ну вот, плюс сорок, плюс пятьдесят пять процентов ещё. То есть ещё сверху считайте семь молотков. То есть двадцать один молоток только в этом городе. А сейчас тут сто. То есть практически плюс одна пятая, одна четвёртая сверху к производству. А если ещё учесть, что Статуя Свободы работает для всех городов, вообще для всех городов вашей империи, то прирост производительности будет очень приличным. Ну и ещё одна, ещё один бонус, это одна бесплатная политика, социальная политика. Ну это у всех чудес от идеологии, что в Кремле, что в Прорском колоссе везде бесплатная социальная политика даётся. Понятно, если у вас принята свобода, то я строго рекомендую Статуи Свободы построить. Как можно быстрее, не жалея ни инженера, ни учёных, в обязательном порядке. Иначе вы просто, ну, можете очень сильно отстать в производстве. Следующее чудо из идеологии, которое рассмотрим, это Кремль. Ну, я бы сказал, что это самое неудобное чудо и то, которое даёт меньше всего бонусов из всех чудес идеологии. Кстати, интересно, что все чудеса идеологии, видите, на одном уровне находятся. Статуя Свободы, Прорский колосс и Кремль вот рядышком. Так вот, почему самое неудобное, потому что в железную дорогу идут реже всего. Обычно, самое обычное развитие, это идти в пластик, естественно, ради научных лабораторий. И по пути, оказывается, здесь ещё и Статуя Свободы. То есть, если играть через Свободу, через Freedom, вы спокойно идёте в пластик, по дороге забираете ещё Статую Свободы и научно развиваетесь. А вот для игроков через порядок приходится заглядывать в железную дорогу. Тем более, что ещё не всегда открыть динамит. Немножко, ну, получается лишнее телодвижение. Правда, с другой стороны, в железной дороге заодно есть собственная железная дорога сама по себе. Да ещё и дополнительный торговый путь. Поэтому тут и вы получите производство дополнительно, и ещё и зол. Ну, там не знаю, куда вы отправите торговый путь, конечно, к этому моменту. Но всё равно, как бы, выгоднее, вот, грубо говоря, идти всё-таки в пластик. Тем не менее, Кремль, почему он менее всего выгоден? Ну, естественно, он даёт, опять же, бесплатную социальную политику, как и Прорский колосс, как и Статуя Свободы. Но вот это плюс 50% к продукции бронированных юнитов, а армор юнитс, это в нашем случае, это танки. Все вот танки, начиная от танкетки и заканчивая всеми остальными. Вот, видите, армор юнитс. И дальше там пошли просто танк, потом современный танк и так далее. В нынешних условиях ЦИВы воевать бронированными юнитами не самая лучшая идея, потому что они очень быстро уничтожаются атомной бомбой или ядерной ракетой. Я думаю, многие могут возразить, так как любые юниты так уничтожаются быстро. Да, но самолёты вы, например, можете перекинуть в разные города, то есть вам не надо их скапливать вместе. Если там кто-то скинет вам на один город, то ещё у вас самолёты останутся. Парашютисты и икскомы, так вообще вы высаживаетесь на территории врага, то есть ему приходится на свою территорию скидывать ядерные ракеты, задевать свои города. Потеряв, например, парашютистов на местности противника, и он скинул на вас ядерную бомбу, вы и ему ещё принесёте урон. А вот бронированные юниты, к сожалению, пока дойдут до соперника, пока добегут, хоть они быстро ездят, там, на 4 клетки, на 5 клеток, он их сможет уничтожить, если, конечно, к этому подготовиться. И поэтому вот эти плюс 50% от Кремля к их производству, ну, мягко говоря, очень редко используются, очень редко. Ну, я, конечно, говорю про сетевые игры, против компьютера это может и пройти. Поэтому получается, что бонус Кремля, как чудо, не очень-то и хорош. Поэтому, да, ну, если я играю через порядок, я пытаюсь его построить, но если кто-то из моих соперников тоже принял порядок и построил Кремль, лично я не особо расстроюсь. Конечно, я в это время занимался другими полезными вещами. И третье идеологическое чудо в пятой циве, это Прор или Прорский колосс, как в русской локализации. Вот как оно выглядит на карте. Ну, вообще, на самом деле, все эти поздние чудеса уже рассматривать у соперника этим никто не занимается, потому что они очень быстро строятся, либо вообще инженером. Вообще интересно в данном случае, что Прорский колосс, пожалуй, по-моему, единственное чудо в циве, в реальном мире это строение никогда не работало. То есть, эта задумка была в фашистской Германии построить такой санаторий для своих военных, жителей и прочее, прочее. Но он строился, там несколько корпусов было построено, но в реальности он так никогда и не заработал, как того, ну, как в планах было. Поэтому вот интересно, что он попал как чудо света в игру. Но вообще это, конечно, ну, задумка, как и все в фашистской Германии, было очень таким помпезным, грандиозным сооружением, очень много корпусов для санатория. Ну, ладно, вернемся к циве. В данном случае Прора дает, естественно, бесплатную социальную политику, как всегда. Требует автократии, если статуя свободы свободу требовала, Кремль порядок, то в данном случае автократия и просто дает два счастья, и по одному счастью за каждые две принятых социальных политики. По-моему, тоже замечательные бонусы, тем более, играя в автократию, вы, наверное, планируете кого-то захватывать, то есть вам будет нужно счастье для того, чтобы содержать эти захваченные города. Поэтому очень в тему. Единственный минус у Проры в том, что она должна быть построена в прибрежном городе. Ну, не очень удачно, потому что все-таки во всех других идеологиях таких ограничений нет, а тут мало того, что вам надо автократию принять, так еще и именно в прибрежном городе должно быть построено. Так, исторически, конечно, правильно, потому что это все-таки курорт на море был, но в плане баланса, мне кажется, не очень верное решение, да и для автократии, наверное, можно было найти какое-нибудь другое чудо. Ну, в любом случае, вот так. Естественно, если я принял автократию, то я стараюсь построить это чудо, потому что оно очень неплохо поможет вам в ваших завоевательных походах. Поэтому, если вы меня спросите, строю ли я Прору, то я, естественно, отвечу «Да». А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно «Двагис». Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. «Двагис» — адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. «Двагис», если быть точным. Ну, закончили с идеологическими чудесами. Время все к обычным, если можно так сказать. Нойшвайнштайн. Ну, или, то бишь, замок Нойшвайнштайн. Он находится в той же технологии, что и Кремль. Поэтому многие люди, которые играют через порядок, частенько идут специально, чтобы и Кремль построить, и Нойшвайнштайн. Причем, вначале строят именно Нойшвайнштайн, потому что все-таки это чудо доступно всем. Кремль только тем, кто принял порядок. И я вам хочу сказать, что очень неплохое чудо. Единственное, что оно требует наличия горы в радиусе двух клеток. Ну, в принципе, как Мачу-Пикчу. Примерно та же идея. Но зато дает очень неплохие бонусы. Во-первых, сам по себе дает 6 золота в ход, 4 культуры и 2 счастья. То есть 4 культуры и 6 золота в ход уже неплохо. Ну, и 1 очко великого торговца. Тоже не знаю, почему именно великий торговец замок Нойшвайнштайн. Ну, фиг с ним. Но самое главное, что каждый замок в вашей стране начинает давать 3 золота, 2 культуры и 1 счастье. Для людей, которые играют в большое количество городов, это вообще офигенное чудо. Представьте, замок, он ничего не стоит сам по себе. Ничего. То есть вам, правда, надо стены сначала построить, потом замок. Но каждый замок, вот в данном случае, например, у меня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 городов. 10 городов. Я построю Нойшвайнштайн и в каждом городе замок. А замок, кстати, вот на тот момент, когда Нойшвайнштайн строится, то обычно уже стена и замок по одному ходу строится. Вот представьте, 10 городов, то есть я в итоге получу от Нойшвайнштайна с каждого города 30 золота в ход, 20 культуры в ход и 10 счастья. Ну, очень-очень неплохо. Поэтому, если у меня есть города с горами, там в двух радиусах, ну, мощный город, который довольно быстро Нойшвайнштайн построит, то, естественно, это обязательное чудо для строительства. Ну, конечно, как он еще выглядит, вот я вам покажу. Вот на горе замок, собственно, строится. Следующее чудо, скорее, из разряда бесполезных. Бродвей. Из того же ряда, что Уфицы, что театр Глобус, то есть дает великого какого-то артиста, в данном случае великого музыканта. Один великий музыкант появляется рядом с городом, где построен Бродвей, и еще три слота для музыки. Ну, и две культуры в ход. Если вы не играете на культурную туристическую победу, то, по-моему, Бродвей бесполезная фигня. Откровенно. Я вот помню в четвертой части Цивы, что, мне кажется, намного более интересное было, там вот чудеса такие культурные, вот Бродвей из того же ряда давали ресурс роскоши. Там пластинки, например. Ну, я не помню, пластинки давали не Бродвей, по-моему, а что-то другое, но неважно. Вот представьте, вы бы построили Бродвей, и вам бы этот Бродвей дал ресурс роскоши. То есть вот считалась музыка, считалась бы ресурсом роскоши. И вы еще могли бы несколько штук их продать соседям. Вот это было бы тогда классное чудо. А так, для туристической победы, по-моему, даже для туристической победы не особо люди к нему летят, потому что уже позднее такое чудо. Ну и вот как он выглядит при строительстве. Так что если вы меня спросите, строю ли я это чудо, только вот если реально в городе строить нечего. В той же технологии, что и Бродвей, есть еще одно чудо Эйфелева башня. Кстати, обычные люди, у которых нету угля, и они не могут построить фабрики, для того, чтобы быстрее открыть возможность принятия идеологии, а для этого, напомню, либо вы три фабрики строите, либо вы ходите в современность, то есть в модерн эру, идут в радио, потому что, ну, быстрее всего, и тем более тут потом в пластик можно выйти. Поэтому Эйфелеву башню и Бродвей обычно вот из чудес современности строят самыми первыми. Эйфелева башня, конечно, поинтереснее, чем Бродвей, откровенно, потому что дает неплохие бонусы, особенно в плане счастья. Ее строительство тут мало заметно, вот оно, то есть оно не особо. Но я вам еще раз повторю, что поздние чудеса, на них уже мало кто смотрит, вот прям ищет, чтобы можно было обогнать соперника, что обычно у всех уже сидят шпионы по городам. Ну, так вот, Эйфелева башня дает, во-первых, очень неплохой прирост счастья, то есть плюс 5 счастья, это неплохо на самом деле. Ну, 2 очка великого торговца и 1 культура, это так себе. И еще плюс 12 очков туризма. В плане туристической победы, конечно, это не самый крутой бонус, хотя, конечно, он неплох, естественно. То есть если вы играете в туризм, то очень неплохо. Но обычно вот люди, играющие в сетевой игре, строят Эйфелеву башню для счастья. Но вот эти плюс 12 туризма тоже очень неплохо действуют в плане давления на соседей. Особенно если у них не очень много культуры, то 12 туризмов вполне смогут создать какие-то дополнительные несчастья на людей, на которых вы давите своим туризмом вот этих плюс 12. Но в принципе такое чудо 50 на 50. Если мне есть что построить в городе, я, пожалуй, лучше развитием или армию буду строить, чем вот Эйфелеву башню. Ну и последнее на сегодня чудо – Христос Искупитель. Тоже часто строится в играх, просто потому что оно находится в технологии пластик, в которую все быстрее летят ради лабораторий научных. Ну а когда построена научная лаборатория, вы ни с кем не воюете, почему бы и Кристо Редентера не построить. Тем более, что бонус очень неплохой к этой части игры. Плюс 5 культуры в ход, и самое главное, на 10% снижает принятие следующих социальных политик. То есть видите, вот порог. Сколько вам надо культуры набрать, чтобы принять социальную политику? Вот когда я построю Иисуса Искупителя, это число снизится на 10%. То есть в данном случае на 329 культуры. В принципе, это позволяет выиграть где-то по одному ходу на каждой социальной политике. Почему нет? И вы быстрее примете, закроете рационализм, и быстрее примете свои основные идеологии, последние, там, третьего уровня. С другой стороны, вот в данном случае у нас имеются другие вещи, которые хочется строить. То есть тут обычно уже начинаются какие-то войны, имеет смысл строить самолеты скорее, а не чудеса. Поэтому я бы сказал, что 50 на 50. Если вы уверены, что у вас нет никакой войны, если на вас никто не нападает, вы не планируете нападение, ну или у вас есть просто лишний инженер, которого имеет смысл построить на чудо, то, конечно, Иисус Искупитель очень неплохое. Но, в принципе, для меня это такое 50 на 50. Ну, на этом, в принципе, все. Следующая серия я уже расскажу сразу про две эры, потому что тут не очень много чудес. И по чудесам тему закрою. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.